друзья мои есть наверно вопросы а почему введение в мессианскую теологию почему так мало теологии почему так много введений что это обучение обучение что это такое в чем дело что случилось как понять друзья мои а потому что в мессианской теологии в мессианской теологии и мессиан это отступление и мессианская теология друзья это то чего не было долгое время не было со второго века фактически что такое мессианская на самом деле это не какая-то а отдельная от нормальной теологии нового завета наоборот мессианская теология это нормальная теология нового завета это изначально установленная богом это изначально зарожденные богом богословие библейское богословие богословие нового завета на самом деле до нового завета это все тоже было вот это иудейская теология это было мессианская теология почему потому что с первых книг торы мы видим пророчество о мессии да и чем ближе к приходу мессии тем большую роль личность мессии образ мессии все что с ним связано играли в иудейской теологии играли в иудейских вероучениях потому что они были разными разве что саддукей отводили не очень большую роль все остальные просто роль мессии была огромна перед рождением мессии и перед его раскрытием то есть это все уже было мессианская теология если мы говорим о нашей мессианской теологии мессианской теологии нового завета то теология апостолов теология последующих поколений верующих она была насквозь мессианская мы говорим мессианская в отличие от христианской что это значит это значит что она была еврейско-христианской правильно что в ней еврейство не изгонялось не вылучивалась не выхолачивалась в ней еврейское еврейское основание еврейские корни еврейские формы выражения еврейский характер мышления были органичными изначально присущими ей и бог пообещал что в конце времен будет возрождение будет великое возрождение и возрождение еврейских мессианских общин это как раз великое знамение последнего времени и возрождение и возрождение еврейского мессианского богословствования это конкретное исполнение библейских пророчеств и восстановление еврейских форм христианского богословия еврейских корней еврейского понимания исторического понимания это нормальный путь обогащения общехристианской теологии мы не должны мыслить мессианское все мессианское в отрыве от христианства мы не должны мыслить мессианские общины в отрыве от христианской церкви мы не должны мыслить мессианскую теологию в отрыве от нормальной новозаветных христианской теологии мы не должны мыслить скажем иерархию мессианских общин в отрыве от иерархии так можно выразиться обычных церквей вообще мы не должны мыслить себя неким аппендиксом тела мессии мы не аппендикс мы живая органическая составляющая которая будет разрастаться и причем не как метастаза как некоторые искренние церковные антисемиты думают а будет разрастаться именно в восстановлении в оздоровлении в развитии и правильное возрастание всего тела Христова как я специально сейчас говорю Христово и в этой связи в этой связи как раз понятно что когда мы говорим о современной мессианской теологии то мы разбираем в основном время ее возникновения на рубеже когда мессия пришел когда мессия действовал и когда он передал эстафету апостольской церкви или апостольской общине потому что это уже была мессианская теология нового завета что собственно нас и интересует я объясняю я объясняю этим почему я не пошел в глубь веков почему я не стал там это можно было это очень интересно но это не моя тема сейчас вот возвращаясь к началу этого важного отступления возвращаясь к нашим дорогим апостолам которым была передана духовная власть самим господом самим мессией и эта духовная власть в первую очередь касалась не связывания развязывания бесов не связывания или развязывания проклятий тому подобного это ну да это включало это включало дорогие мои но почему у них была власть связывания развязывания там бесов всяких там духовных сил освобождения от проклятий потому что в первую очередь у них была духовная власть связывать и развязывать жизнь евреев определенными заповедями определенными постановлениями определенными предписаниями и запретами и в связи с этим к ним перешла великая прерогатива обучения теперь все уверовавшие в ешуа должны были учиться не у саддукеев не фарисеев не у учителей синедриона даже малого не синагогах а прежде всего у апостолов и у тех учителей у тех пастырей у тех апостолов у тех пророков которые были поставлены благословлены или подтверждены ими понятно друзья мои мы уже это все уже у нас идет практическая теология без этого собственно не могло начаться новозаветного обучения потому что чему было обучение в первую очередь обучение было направлено в первую очередь на то как жить посмотрите друзья то обучение обучение которое возникло впоследствии в христианской церкви и параллельно в раввинистических центрах земли Израиля и Вавилонии и дальше средние века распространялось усиливалось еще дальше извращалось оно было направлено на изучение различных методов религиозного философствования можете это написать на самом деле если правда показалось сложно тем более вы пишите прочтете увидите там все просто то обучение которое возникло впоследствии которое начало утверждаться в христианской церкви примерно с конца второго века я не беру сейчас стопроцентно точно и параллельно возникло в раввинистических центрах земли Израиля и Вавилонии и затем развивалось через все средние века новое время новейшее время было направлено прежде всего на обучение методам религиозного философствования религиозного софистики хорошо если вы словите посмотрите религиозной казуистики и традиционном иудаизме можно снова а с другой стороны традиционном христианстве становилось все более абстрактным оторванным с одной стороны от Библии от реального Божьего Слова А с другой стороны от реальной жизни вот Библии и от жизни вы знаете кто-то может удивиться потому что некоторые люди считают что это только церковное богословие таким стало а думают что еврейское не а некоторые люди считают что именно еврейское таким стало а церковное имя но и то и другое оба стали таковы каждая по-своему каждая по-своему но к сожалению оба стали таковы традиционный мудинизм и традиционное христианство выработали свои теологии которые очень далеко отошли от библейской основы и они значительной мере стали абстрактными они оторвались не только от библейской основы но и от самой жизни да но это происходило по-разному и я постараюсь очень кратко сейчас это охарактеризовать христианская христианская теология со второй половины считайте второго века конечно это началось раньше но тогда во второй половине второго века это уже начало явно так выражаться христианская христианская теология отбросив еврейскую основу она взяла греческие формы мышления но она взяла эти формы вместо еврейства она не дополнила этими греческими формами евреев а она изгнала и и греческая методология и прочее но в греческой и более широко эллинистической культуре которая была не только греческой но можно сказать культура культура всего средиземноморья и окрестных стран вот в этой христиансической культуре там много было разделений но при этом при всех этих разделениях основной наукой считалось философии и фактически философия это это было то что охватывало все науки опять же не углубляясь я могу сказать что в этом был плюс но поэтому когда были позаимствованы определенные формы рассуждения были позаимствованы определенные формы логических умозаключений гнасиологии 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 это наука о знании как познавать с ними были позаимствованы и те философские посылки из которых эти формы возникали то есть было взято взято не только не только методологическая часть не только логика но было взято философское обоснование этой методологии этой логики в греческой философии много действительно хорошего и до сих пор мир пользуется наработками греческих философов но также там есть и немало вред нога с библейской точки зрения недаром если мы читаем того же апостола Павла который был образован гречески образован единственный из апостолов мы видим как он предупреждает смотрите чтобы никто не увлек вас чем философией в частности смотрите чтобы вам не уклониться простоты в мессии чтобы никто не увлек вас в частности он пишет философией пусты идей потому что опасность это была для верующих из язычников с самого начала была в определенной степени и для верующих евреев особенно в странах диаспора особенно смотрите братья чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира а не по мессии ибо в нем обитает вся полнота благословителя ибо иметь полнотурную то есть все что не в машинке все что не через него вы принимаете вам не нужно все такое конкретно все которые вот и в частности что же было в этой философии в этой философии было много абстрактного вообще греческая философия сильно оперировала абстрактными понятиями и много говорила об идеальном так сказать порту сторонним но это не это не было будущее мир это не была вечная жизнь это было нечто другое об этом об этом подустроено особенно много говорил Платон а Алистотель разрабатывал разные абстрактные категории и вот когда христианская церковь подаимствовала стиль греческого и мистического мышления и этого аплодизирования она подаимствовала начала заимствовать и философские теории и философские подходы и что произошло церковные богословы отцы церкви они они провели черту между жизнью земной и жизнью небесной между жизнью тела и жизнью души они очень сильно в соответствии с греческими понятиями представлениями многих философов разных школ стали противопоставлять телесные духовному и отделять одного другого будущий мир отделять от целой земной жизни и веру отделять от действий веру отделять от действий и все больше они занимались проблемами все больше и больше уделялось внимание вопросам вероучения и все более абстрактной теологии все более абстрактного богословства строительства не не то не гонки не а вопросам практической христианской жизни становились вопросами как бы второго плана и постепенно в христианском богословии выделились различные науки, отдельные науки, начало происходить специализации задолго до нового времени, когда специализация стала проникать во все первые в христианском богословии уже в ранние века. И одна сфера богословия это было богословие антологическое, которое принималось в вопросах бытия, бытия Бога, бытия мира, бытия человека, бытия человека, и все что связано с человеком уже выделялось в сфере антропологии, все что касалось познания, обучения, изучения в различных форм, методов, целей. Уделялось в сферу гносиологии или эпистемиологии, что в общем-то. там не обязательно это описать, просто отдельная сфера. Конечно, было понятно, что ни то, ни другое, ни третье невозможно без изучения Библии, но изучение Библии стало выделяться тоже в отдельную отрасль и в отдельную науку, которая называлась экзегетика. Экзегетика это важнейшая область герменевтики. Герменевтика это наука по изучению текста. Ничего плохого вообще-то в этом нет. Я просто сейчас объясню, какие опасности в этом были и как эти опасности, к сожалению, осуществились. Можно еще там говорить, например, возникла наука опропой герменевтики. Все дело в том, что все это уже было в греческой философии. В греческой философии была антрогия, В греческой философии была герменевтика, в греческой философии была гносиология или бастемиология, в греческой философии была гамилетика или ораторское искусство. Это все считалось областью философии. Ну, там были еще математика и физика. Это считалось частью философии. Вообще, в древности математика считалась священной тайной наукой. И те, кто преуспел в математике, это были как особые, приближенные к тайным силам люди. И многие из математиков, которые вы не себе искренне считали, график Погор, он возглавлял философско-религиозно-математическую школу, которые учили о посвященных, о тайном смысле цифр и чисел и о воздействии цифр и чисел на жизнь, на людей, на все. И в пифагорейской школе были такие специальные таинства только для посвященных адептов. которые были специальные священнодействия, которые проходили, в общем, ну, как самые настоящие религиозные мистерии. Мистерии, само слово, понятно. Таинства. Тайные обряды. Просто, чтобы понимать, да, вот это вот древнее мышление, эллинистическое мышление. Это не только эллинистическое, повсюду. Математикой, астрономией и прочим, физикой занимались в основном жрецы, да, занимались те люди, которые могли быть допущены к тайнам мироздания. А кто это? Это те, которые общались с богами. Те, которые общались с богами. Но не так было в библейском иудаизме. Не так было в библейской религии. Здесь я говорю в хорошем смысле. Или не так было. Священники не были большими ученниками. Они не должны были заниматься математикой. Они должны были вычислять некоторые вещи, связанные с календарем. И поэтому должны были немножко разбираться в основном. Ну и еще там кое-что связанное с жертвами. Но в остальном они были достаточно эмбитеренны. Они туго знали свое дело. И это дело было предстоять перед богом за народ и представлять бога народа. Большая разница. Большая разница между даже самым высокоорганизованным, цивилизованным, культурным, наукообразным, языческим образом жизни и образом жизни избранного народа. Когда церковь стала отрываться от еврейских оснований, от еврейских корней, и попала в искушение заимствовать все из той культуры, которая считалась наивысшей в то время в этой части мира, которая считалась наиболее утонченной, наиболее глубокой, наиболее разработанной, господствующей, иными словами, когда они попали в это искушение, они позаимствовали многое, что вряд ли стоило заимствовать. А многое из того, что было полезно на определенном служебном уровне, они запустили в те сферы, куда нельзя было это допускать. И таким образом цельное библейское мировоззрение древних иудеев и потом еще более цельное библейское новозаветнее мировоззрение первых поколений мессианских евреев и вообще верующих в Ешуа стало дробиться и заменяться мировоззрением, мировоззрением, которое было по форме греческим, по форме очень напоминало мировоззрение языческих философов. И только вместо многих богов или вместо первоначала у них был единый бог Израиля, открывшийся в Ешуа. но как мы знаем мышление сознание определяет бытие. Конечно, бытие тоже сильно влияет на сознание, но на самом деле пресловутый научный материализм обманывал, говоря, что только бытие по-настоящему определяется. Нет, в первую очередь мышление и сознание определяет бытие. помните той же книги, которую мы вчера читали, какие мысли в голове у человека, таков и он. и такое коренное изменение мышление не могло сказаться на практической жизни веры. для верующих по учению их новых духовных вождей стало первостепенно важно в набор в набор четких доктрин они верят. Сейчас мы с вами подходим к некоторым болевым моментам в нашей жизни. для христиан стало первостепенно важным набор каких доктрин мира или какой набор доктрин они верят. практическая жизнь верующих была выделена в отдельную область богословствования и была названа нравственная богословие. вы можете найти например среди католической православной литературы отдельные большие книжки каждая из которых носит название той богословской науки о которой она говорит. Вы можете у меня есть такие книжки одна называется экзегетика другая называется что-то по гносеологии третья об антологии четвертая гомилетика пятая шестая и действительно например большой толстый том называется нравственное богословие не знаешь я все это читаю но полагается иметь что вы не думали что я сильно умный или умнее вас но есть у меня надо кого-то помню когда-то еще дореволюционное время если думая личная революция когда я был верующим я уже собирал много покупал книг тратил большие деньги на книги у родителей был один шкаф книг когда мне уже было так я думаю лет 25 по 30 то у нас уже было где-то шкафов 5 книг и все это я скупил вот такой был тип коллекционер и пришел один мой товарищ который как раз вышел из тюрьмы пришел ко мне и говорит Боря ты что это все перечитал и я думаю что ему ответить я так вопрос мне понравился я где-то неделю от этого вопроса вот за что ему такая идея как реальная маловолка то есть по крайней мере у меня было то за что меня можно было формально уважать крышки вот и вот это вот кстати вот это книжная мудрость накапливание литературы это тоже стало характерной чертой для глав церкви и глав синагоги в общем мы сейчас говорим о церкви и вот произошло такое знаете вот из-за всех этих разделений отделений и специализации роль абстрактных истин непомерно непомерно возросла и вы знаете что уже в раннее средневековье может кто интересовался историей людей людей преследовали не за греховный образ жизни в первую очередь а за то во что они верили если человек правильно исповедовал и соблюдал правильные ритуалы друзья мои ритуалы я говорю о христианской церкви не был длин этого было вполне достаточно чтобы его не трогало я уже говорю о более позднем средневековье чтобы его не трогало не трогало инквизиция но вообще если задуматься то есть человек мог жить достаточно безнравственной жизнью но если он исповедовал говорил что он верит правильные предписанные церковью доктрины и он соблюдал правильные ритуалы то есть формально в обрядовой стороне соответствовал требованиям церкви то многое прочее на многое остальное закрывали глаза были даже периоды в истории церкви когда святое нравственное поведение рассматривалось как опасный признак у меня есть три тома истории инквизиции очень интересный очень и в частности там подробно история преследования катаров и альбигойцев это было такое ну действительно катары это действительно еретики были но их ужасно преследовали были также вальденцы которые в значительной мере это были протестанты раннего седневековья вот и вот там описывают что одним из признаков того что человек мог быть заподозрен и уличен ересь был его особо нравственный образ жизни в частности там описывается как какой-то граф ехал и кто-то из его свиты подъехал к двум девушкам работали в поле особенно понравилась одна из них и он предложил поехать с ним и она сказала нет господин я не могу позволить себе этого я не хочу попасть в этот парня тут же подъехал рассказал об этом очень удивилась священник бывший с ним сразу понял что тут дело нечисто потому что только еретичка может вот так взять и отказать что она такая боится за такое дело и их арестовали допрашивали пытали обнаружили что они действительно исповедуют ересу пример шикарный просто это конечно уже крайнее проявление но это показывает куда зашло вот это разделение главное чтобы ты верил правильные формулы это вы знаете это признаки того что истинная мессианская вера начала все больше вырождаться в человеческую религию и даже философию потому что многие философы они самые знаменитые философы которых вы слышали они в своей личной жизни могли себе позволить приступать положение собственной философии главное чтобы на бумаге все было хорошо конечно не все философии были такие но много и вот этот отрыв от еврейских корней от библейской цельности мировоззрения где не было разделения на то во что ты веришь и как ты живешь и то во что ты веришь вот эта богословская система она была тоже цельная там не было четких разграничений это наука бытии это наука опознаний это наука о человеке это наука чистая теология о Боге это пневматология наука о Духе Святом это христология наука о Христе это экклезиология наука о Церкви это эскатология наука о последних временах там не было такого вы понимаете и когда вы читаете Библию вы не найдете такого вы можете конечно найти например послание к евреям где говорится о разных темах в обучении разных областях познания которые которые нужно вести людей говорится что например вот это это относится к необходимым областям которые должны быть поняты верующими но вы знаете это совсем не то что произошло впоследствии совсем не то что произошло впоследствии нам нужно понять что богословие современной церкви построено на основании греческой философии и некой синтетической религии которая действительно взяла Библию но Библию преобразовала с помощью небиблейских понятий я думаю никого не напугал очень такая внимательная тишина если в этом богословии хорошее много замечательно если в этом богословии ценно сто процент если то что нужно изучать да можно ли его использовать в обучении да если в этом богословии библейская основа да но друзья мои нам нужно возвращаться к библейским корням нам нужно возвращаться к библейской основе протестанты начали это делать но они делали это отвергая еврейское а это понимаете это ты возвращаешься к библейской основе отвергая понимаете ту форму те пути мышления те пути построения веры ту методологию жизни которая заложена в библии потому что все это еврейское поэтому что сделала традиционное христианское богословие протестантское богословие оно прошло полпути и остановилось прошло полпути и остановилось друзья нам нужно пройти второй час пути я не говорю что вот вы мы с вами только должны это сделать многие люди уже это делают но мы должны включиться в это мы с вами живем в такое чудесное время когда миссионская теология еще только строится мы живем в такое славное время когда мы можем принять участие в формировании чего-то удивительно нового что на самом деле будет восстановление на новом уровне старого божьего древнего прекрасного образца я сказал о вот этом поражении христианской традиционной теологии я сказал о том что вера становилась все более абстрактной и разделенной жизнь и вера разделялись вера для обыденной жизни вера даже для служения это было одно а вера как вероучение другое в библии это все единая вера затем я сказал о разделении богословств богословств на отдельные области которые постепенно вообще оформились как отдельные богословские науки естественно между ними должна быть грань например брат специалист в области экклезиологии он защитил диплом потом магистерскую потом докторскую диссертацию он великий специалист в области экклезиологии а другая сестра в области экклезиологии и нам нужно например нам нужно разобраться там с вопросами истории церкви и естественно мы должны знать кого мы будем приглашать экклезиология там тоже говорит естественно о церкви ну например может быть сестра она исповедует учение что церковь будет восхищена перед временем великой скорби а мы хотим разобрать вопрос великой скорби значит ага ага значит кто нам нужен нам тогда брат не нужен потому что уже церкви тогда не будет да он нам ничем не может помочь в этом большую специаль в области экклезиологии нам нужна сестра в этой области в области эскатологии постцерковного периода а мы ее приглашаем вдруг выясняется что сестра как раз специализировалась на области экклезиологической эскатологии то есть только той эскатологии которая касается церкви вот мы зависаем значит нам нужен более узкий специалист или тот специалист который верит что церковь пройдет время тогда мы сможем разобрать это время и так далее мы просто погрязаем в специализации в экспертах в разделении у нас все по научному становится верующие уже не могут какие бы откровения этот верующий не получил он уже не может по-настоящему претендовать на то что христианский мир ну такой солидный его услышит если он до этого не изучил труды предшественников хотя бы в той области в которой он получил откровение если в той работе где он напишет свое откровение у него не будет солидного справочного материала ссылки на библейскую критику на разные школы рам-бам-бам бам-бам-бам-бам-бам. Вы понимаете, что это вообще, это что-то совершенно другое, чего не было. Церковь уклонилась от простотесли. Но ни одно это последствие было вызвано вот этим греческим строем мышления. Ни одно это разделение. Народ Божий разделился на священников и миром. Это настолько противоречило Слову Божьему. И тем не менее. Друзья мои, посмотрите на чувство юмора Бога Израиля. Мессианская община, которая впоследствии стала называться христианской. Все больше и больше расслаивалось на священников и мирян. Затем появились промежуточные категории. Чтецов, катехизаторов, то есть тех, которые готовили новообращенных к Твиле Крещению. Певцов, там вначале были музыканты, затем экзорцистов, тех, кто изгонял бесов и многих других. Эти все промежуточные категории не входили во священство. Но при этом они не были как бы и мирян. Мало того, затем среди священства началось разделение. Сейчас, например, в православной церкви есть шесть классов священников. По-моему, в католической это более сложно. Но я точно не знаю. Что это такое? Где это в Библии? В Библии все священники. И просто среди священников Божьих, среди народа священников, есть те священники, которые поставлены на определенные духовные позиции с целью поднятия, развития, укрепления, совершенствования, снаряжения на служение других священников. Вот и все. Это с одной стороны. С другой стороны, что произошло в иудаизме? Иудаизм, которым официально должны быть разделения на, как вы знаете, три основных класса. Даже касты. Потому что каста это наследственное понятие. Это коганим, священники, левиты, те, которые обслуживают богослужение, и исраэлиты. Это остальные евреи. Смотрите, что получилось. После разрушения храма и фактической ликвидации рассеяния священников за неимением возможности священодействовать, и левитов также, фактически все евреи превратились в несвященников. Если вы назовете раввина священником, он может испугаться, потому что раввина. Это не священник ни в коем случае. Это опасно. Почему хасидизм считался ересью? И до сих пор есть многие ортодоксы, которые считают его ересью. Одна из причин. Садики стали претендовать на то, что они как бы новые священники и даже пророки в сведении евреев. А это ясно противоречит основу современного иудаизма. И что вышло, друзья мои, вы можете посмотреть на это. Это потрясающее дело. Бог ликвидировал введенные им же разделения в среде своего народа. И та часть, большая часть народа, которая не пошла за Господом, она оказалась, по крайней мере, формально однородной в негативном плане. Теперь это стал народ несвященник. Мессианские евреи, уверовавшие через них язычники, то есть община Божия или Церковь Божия всех народов, которые все должны были стать священниками, они должны были стать народом священников без единого исключения. При этом даже включая женщин. Мама родная. Они постепенно, когда они стали уклоняться от еврейских оснований, они начали делиться. И они начали отделяться друг от друга и выработали себе новые священнические касты, новые сословия, новые классы, какое чувство юмора у Бога. Обратите внимание, народ священников, который из-за греха подельного разделился на священников, левитов и остальных, вообще потерял священство. Новый Божий народ из всех народов, после того, как оторвался от Божьего еврейского народа, стал делиться на кучи священнических категорий, которых Бог не предусматривал. И это разделение, оно въелось, оно вошло в христианскую теологию. Собственно говоря, с одной стороны, оно шло как бы из греческого, языческого вообще влияния на обыденную жизнь, христианскую теологию. С другой стороны, оно шло из греческого, языческого, философского влияния на богословие христианства. С третьей стороны, оно шло из неправильного богословия, неправильной веры в то, что церковь есть новый Израиль, заменивший Израиль, отвергнутый навсегда Богом. Ага, мы заменили Израиль, Израиль отвергнут Богом, у них нету священников теперь, у них нету храма, у них нету левитов, а все это теперь будет у нас, чтобы доказать им, и нам самим, и всем людям вообще, что мы теперь навеки и есть истинный новый Израиль, и другого нет и не будет. Помните, как в царствовании Ивана Грозного было сделано знаменитое заявление, вернее, даже перед Иваном Грозным, при его папе, царе Василии, что было два Рима, Рим и Константинополь. Теперь настало время Третьего Рима, Москва. Это Третий Рим, а Четвертому не бывать. Это же все родное, это все знакомое, дорогие. Церковь уже делала такие заявления. Вот она провозгласила, вот позаимствовала, и что начало происходить? Из этих трех источников возникла идея вот этого церковного священства, и классов священства, и прочее, и прочее. Священники церковные стали имитировать одеяния священников в Иерусалимском возникли как бы левиты. И левиты тоже делились на Капиболе. А когда церковь вышла из периода гонения, она начала строить храмы, понимаете, храмы подражания Иерусалимскому храму. Если вы посмотрите, то церковные храмы, особенно православные, они стараются подражать форме Иерусалимского храма. там есть это как бы двор для прихожан, для простых мирян, там есть святилище и святая святая. Серьезно. Там все там продумано. Это действительно долженствует показать всем, что тот Божий народ уже не Божий народ, он все потерял, а это перешло к нам. то есть, обратите внимание, это богословие, оно принесло глубокие изменения не только в практику церковной жизни, но и построение богослужения и даже построение церковных зданий. неправильное богословие привело к таким интересным последствиям. Конечно, много красивого было построено, много всяких одеж шикарных. Лично мне нравится. Знаете, смотрю на одежды православных священников, красота, красота, здорово. И вы знаете, почему, например, православные священники, они в головных уборах, потому что священники в краме должны были как в головных уборах. Это привилегия священников в мире, они должны снимать. Понимаете? Вот. Это христианское богословство в мире, оторвавшееся от еврейских корней. Богословие современной церкви. Друзья мои, в протестантских церквах на самом деле многое из этого, хотя и в неявном форме, также есть. Особенно в таких традиционных протестантских церквях. Витеранское, там, витеранское, витеранское. Но, слава Богу, многие, вообще, протестантизм возник, как движение христиан, к обратно к библейским корням. Поэтому, многое из этих искажений было отброшено. Но, опять же, еще раз говорю, был сделан только один шаг, второй не был сделан. И современная церковь должна возвращаться, и во многом возвращается к полноте библейского откровения первоапостольской общины. кратко мы сказали об этом. Теперь, параллельно шло развитие традиционного иудейского богословия. Что там происходило? Если так обзорно сказать, там происходило похоже, но совсем по-другому. там происходило похоже, но совсем по-другому. Долгие века все-таки абстрактные догматы, абстрактные доктрины не были предметом первостепенного внимания раввина. На самом деле пределы иудейского богословия были очень широкими. Вы могли верить очень по-разному, очень по-разному и оставаться иудеями. Не было вот такого жесткого разграничения и закрепощения веры людей в определенных доктринальных пакетах. Это было более размыто и не требовалось такой жесткости и четкости в выводе. Но на чем фокусировалось иудейское богословие? оно очень сильно сфокусировалось в ритуальной стороне. Хотя Бог сам подорвал основы ритуального закона. хотя Бог сам сделал невозможным абсолютно исполнение ритуальных заповедей. Вы слышали про 613 заповедей, да? Вы слышали о том, что вот в иудаизме 613 заповедей. И что нужно исполнять 613 заповедей. Вы слышали от евреев, от нам от когда христиане говорят, я понимаю, нормально. Но когда говорят, когда говорят неразбирающиеся евреи, тоже нормально. Но когда равнины говорят, мне просто смешно. Я понимаю, что ну или они говорят поэтическом смысле, или они просто брешь. Причем часто я слышу выражение «Все высокие на три». На самом деле треть, примерно треть этих заповедей абсолютно теоретически невозможно исполнить. Это как минимум. Потому что есть заповеди, которые раввины так обкрутили, чтобы можно было как-то их исполнить или вместо них исполнить что-то другое. Поэтому они засчитываются. Но на самом деле как минимум треть, а там больше нельзя исполнить. почему нельзя исполнить? А именно потому что нету храма, нету священства. Это две основных причины. Нету храма, нету священства. И вы знаете конкретным образом Ишуа предсказывал что так будет. Объяснял причины. И Божьи пророки говорили Бог предупреждал что он это сделает. Что он разрушит старое святилище потому что наступило время единой вечной жертвы которой уже принесли в силу. Бог предупреждал что наступило время восходить в небесное святилище. Не физически не телесно но восходить духом тем новым путем который проложил сам Ишуа своей распятой плоти распятой и воскресшей. Настало время когда было отменено старое священство. которое совершало временное несовершенное священное действие. И сейчас у нас один священник. Если мы говорим мы все священники но один вечный священник. Один перво священник. Сам Бога человек Ишуа Машиа. Ясно и четко Господь предупреждал этого мы видим это в Писании. Он сделал как предупреждал и все здравомыслящие евреи которые не сделали себя рабами мнений саддукеев парисеев и книжников но смотрели в Слово Божье и им по духу определяли свою веру и свою жизнь они приняли его и пошли за ним и они стали Израилем нового завета. те же которые отвергнут они оказались в ужасном положении ужасном положении мы не можем себе представить в каком положении оказались евреи после разрушения храма и после того как в течение некоторого времени любые попытки восстановить храм потерпели фиаско мы не можем себе представить что это было для тогдашних людей потому что подавляющее большинство из них не верило что храм может быть разрушен знаете они верили что храм может быть захвачен но они допускали но что храм может быть уничтожен и что священство прекратит возможность священодействовать и ни на один ни на два года подавляющее большинство не верит я сейчас что-то прочту друзья по поводу того о чем мы говорили после разрушения храма стало в народе Израиля много отшельников прушин и они не ели мясо и не пили вина сказал им рабе Ягашио почему вы отказываетесь от мяса и вина они ответили как будем есть мясо подобное тому что возносилось на жертвеннике как будем пить вино подобное тому что приносилось для возлияния на жертвеннике сказал рабе Ягашио если так не ешьте хлеб в память о хлебных приношениях в храм не ешьте фрукты подобные тем что приносились в храм в шавуот не пейте воду в память о той что черпали в сукот из источника Шилуах села слушали отшельники и не отвечали тогда сказал рабе Ягашио не оплакивать храм мы не можем наши глаза видели его великолепие наши глаза видели его в огне но и жить отказавшись от всего что может напомнить храм невозможно на самом деле тут не все так просто не просто напомнить значит видите тут в этом древнем иудейском тексте тут немножко красиво повернуто а на самом деле действительно получалось что ничего нельзя было употреблять пищу что не было освящено соответствующим жертвоприношением а уже ничто не было освящено жертвоприношением это не просто напоминает так немножко так хитренько как сказал рабе Игашуа до того теперь слушайте очень внимательно дорогие вопросы это важнейше только такие постановления следует издавать которые выполнимы для большинства аминь вы поняли это прямо противоречит второзаконию не следует за большинством на зло то есть они придумали новый иудаизм но это началось еще до разрушения храма а после разрушения храма это уже завершилось был придуман новый иудаизм иудаизм который строился не на откровении божьем не на слове божьем а на том что приемлемо для большинства вот это понимаете это показывает основание традиционного и современного иудаизма как вы помните основание божьей веры нового завета совсем другие ишуа не заботился будет это приемлемо для большинства неприемлемо он говорил слово божье пророки не заботились они говорили слово божье то что им говорил бог а не то что приемлемо для большинства ишуа говорил такие вещи которые не то что большинству никому невозможно исполнить вот при самых хороших религиозных усилиях никому но он говорил потому что такова воля божья это заповеди и для этого нужен был новый завет который исходит из нового сердца чтобы начать исполнять эти заветы что здесь важно что помимо вот этой последней просто эпохальной фразы великого раввина что на самом деле все искренние иудеи попали в страшную торгу они не знали как жить после разрушения храма у них не было храма не было священно действия самое главное не было жертв когда современные раввины иудеи вам расскажут что жертва не важна это брехня друзья это одно из многих мест в древних иудейских текстах которое показывает что жертвы были жизненно важны для всякого верующего иудея без правильного жертвоприношения в храме они не представляли себе свою собственную жизнь но это еще не все я хочу вам еще кое-что прочитать раби Ишмаэль сказал поскольку храм разрушен мы по праву можем запретить себе есть мясо и пить вино еще раз поскольку храм разрушен мы по праву мы то есть по закону мы можем запретить себе есть мясо и пить вино а на самом деле опять он сказал мягко но для тех для кого не было нового храма нового священства для кого не было нового завета они должны были запретить себе есть мясо и пить вино по закону но мы не навязываем это большинству поскольку оно может счесть это время для себя непосильное друзья мои вы слышали когда-нибудь рассуждение раввинов иудейской литературе что христианство это такая аскетическая религия которая отделила духовные от телесного да и как бы наложила печать проклятия на телесные и на самом деле это правильно мы с вами говорили о том что традиционное христианство оно провело это разделение то что было едино в божьем взгляде в библейском подходе в божьем народе оно разделило и это неправильное разделение но дальше они говорят ауды иудаизм он как раз дает возможность радоваться обычной жизни различным таким здоровым невинным проявлением житей ну наслаждаться плодами земли наслаждаться пищей наслаждаться вином наслаждаться там всем таким присущим людям иудаизм вот это такая жизнеутверждающая религия христианства это жизнеотрясающая традиционное христианство в определенной степени стало жизнеотрясающим но дорогие мои после разрушения храма иудаизм должен был стать гораздо более отрицающим обыденные радости и не просто радость и просто наслаждение а вообще обычную жизнь религии то что потом они постепенно от всего этого отошли это измена принципам иудаизма еще раз говорю вот эти вот то что позволяет современным раввинам говорить о иудаизм он такой он не эскетический он такой радостный ну он такой жизнеутверждающий это все вопреки закон это все вопреки торе потому что без храма и жертвы и священства нечему радоваться сплошной траур и раби Ишмаэль это подтверждает говоря поскольку храм разрушен мы по праву по закону можем запретить но если по закону то не можем а должны запретить себе есть мясо и пить вино но мы не навязываем это большинству поскольку оно может честь это бремя для себя не поселить то есть по идее настоящие раввины настоящие духовные вожди они не должны были не пить вина не есть мясо постоянно не видя постов а вообще всегда ну там еще ограничения с другие еще и с хлебом фруктами овощами ну и даже проблема с водой слушайте дальше а раз нечестивцы римляне распространили свою власть издавая законы против нас запрещая нам изучать тору исполнять заповеди обрезать владенцев это уже после восстания барков то у нас есть право запретить себе вступать в брак и рожать детей в мир ну потому что без исполнения всех заповедей связанных с бракосочетанием и без обрезания ну просто так как бы незаконные дети но это приведет только к самоуничтожению потомков Авраама лучше оставить детей Израиля покое слушайте внимательно лучше оставить детей Израиля в покое в каком покое а вот в каком пусть они лучше делают то что делают ненамеренно нежели сознательно нарушают запрещение вот оно вот друзья мои это еще одна удивитель еще удивительное богословское практическое постановление древних раввинов которые говорят фактически дети Израиля теперь в нынешних условиях если они будут жить по нашему по законам иудаизма они будут постоянно грешить они должны стать полными аскетами чтобы не грешить в их понятии но так же народ выродится поэтому мы им скажем что грех это не грех мы им скажем что заповедь это не заповедь мы им скажем что запреты это не запрет мы им дадим новые заповеди мы им дадим новое постановление и другие запреты так чтобы они жили в грехе но не знали этого вот это практическое богословие современного иудаизма док это его основополагающие принципы конечно современные раввины хотя и знают об этом но сами так никогда говорить не будут хотя это дорогие мы это талмуд трактат бава батра 60 б когда я показал одному своему другу который друг некоторых раввинов и он залез в интернет и изучил все что связано с вот этим раби ишмаэль все ссылки на всех еврейских сайтах на раби ишмаэль и все отрывки из его высказываний которые были приведены там были приведены кучи отрывков друзья мои там были приведены отрывки из этого же на самом деле современный иудаизм это большая система лжи не извините что это говорю это правда как говорил мне один одесский хабадник ради спасения еврейской души можно и солгать во время одесского фестиваля их группа была мы с ними дискутировали и когда я там привел некоторые аргументы они позвали основного тот посмотрел на меня когда я ему изложил а там не было вариантов понятно было что их представители брехали он сказал соглядаты которых приняла рога она их спасла за счет обмана соглядатые которые шли к Давиду женщина спасла обманул раз можно спасти людей ложью спасти их временную жизнь тем более можно солгать для спасения вечной еврейской души вот так мне при свидетелях конкретно было сказано и поверьте раввина это знает это интересное такое богословское разрешение вот друзья хочу вам сказать как формировалось современное иудейское богословие как вообще формировался около двух тысяч лет назад современный иудаизм они были в ужасном положении согласно строгому закону они жить не должны были почти но жить надо и они не хотели принять новый завет они не хотели допустить что Машиах уже пришел и заменил старое богослужение старое священство заменил старую ритуальную часть закона не на новую ритуальную физически ритуальную как сделала христианская церковь традиционную а он дал новый завет завет духа правды и любви и в этом завете на самом деле мы призваны приносить духовные жертвы да и физические ритуалы и обряды уже не являются заповедями спасения которое необходимо соблюдать для того чтобы не быть грешниками и здесь нечистота носит уже другой характер здесь каждый здесь разрушены перегородки в народе божьем и здесь разрушены перегородки между верующими евреями и не евреями здесь те разделения которые разделяли людей до прихода мессии уже разрушены не значит что не стало евреев и не евреев не значит что не стало социальных различий не значит что не стало мужчин и женщин и теперь все стали чебурашки не значит правда у каждого свое предназначение но нет тех людей которые от рождения уже обречены на то чтобы выполнять функции подметальщиков рабов слуг и мелких ремесленников и нет тех которые уже обречены от рождения выполнять функции скажем там каких-то купцов и торговцев нет тех которые от рождения обречены выполнять функции стоящих на внешнем дворе нет тех которые от рождения имеют право входить в освятилище вы понимаете разбитые кастовые перегородки нет тех которые поскольку они рождены не в том народе уже не могут стать священниками божьими нет тех которые родились глупыми и что ты уже с ними сделаешь нет тех которые родились одержимыми их нужно убить нет тех которые родились в колдовской семье и поэтому их нужно уничтожить потому что что с ними сделать они полны бесы каждый может измениться каждый может быть преображен благодатной силой божьей любовь божья готова каждого поднять на удивительную высоту но остаются различия призвания остаются различия служения остаются различия в даровании но не для того чтобы один превозносился над другим на самом деле так было и изначально не было цели у Бога и у чтобы один израильтянин один иудей превозносился над другим одно колено над другим вы понимаете дорогие не было цели у Бога даже чтобы его родные дети евреи превозносились над язычными потому что все его творения вы помните когда великий божий пророк Иона получил великое поручение великое поручение иди братишка в Неневе возвести им страшный сын я думаю иногда насколько Бог знал своих пророков он не сказал им иди приведи их к покаянию не сказал Ионе правда он что тогда вообще Иона уже не знал он бы себе просто лишь бы не это он сказал иди и просто возвести им что придет страшная кара через 40 дней ну нормально ну уже ну приди уже скажи им скажи им друзья мои мессианская теология это теология свободы жизни и цельности послушайте Бог открыл в новом завете путь спасения для всех людей без исключения все что во времена старого завета хорошего относилось к Гаим другим народам кроме израиля могло быть хорошим только в связи с израилем или в виде исключения вы слышите да еще раз говорю то что во времена старого завета могло быть хорошим в отношении других народов могло быть хорошим только или в связи с израилем если эти народы помогали израилю благословляли израиль да и вот настолько насколько они помогали израиль все не больше либо в виде исключения как сними это супер исключение но это исключение показало народу божьему включая самых его вроде бы лучших представителей что бог не есть бог ненависть бог не есть бог который любит карать даже злодеев бог не есть тот который получает наслаждение от того что пускает кровя идолопоклонника бог есть бог любовь ко всем искры вот этого великого откровения которое полностью раскрылся новом завете они по всему тонаху по всему тонаху читайте бытие читайте вы везде это увидите бог предварял бог показывал желающим видеть но даже из самых ревностных божьих слух мало кто хотел это видеть потому что даже такие святые чудные божьи пророки как Иона они были зажаты в рамках узкого законного представления о боге и о мире поэтому бог зная своих слуг зная что для них любовь к Израилу имела оборотную сторону ненависть к язычникам он так посылал своего пророка пойди возвести им карм я думаю почему не сказать ну представляете ну как же некоторые говорят вот надо идти так океан и говорить людям сейчас просто сказать вас всех ждет ад фискульт привет иду к следующему друзья это не совсем это не значит что это образец новозаветной проповеди новозаветной благой вести это часть новозаветной благой вести бог знал почему он это говорит но даже это мудрость божья в той вести которую он поручил ионе не сработало потому что иона ненавидевший язычников но отчасти знавший бога знал что бог другой книга ионы друзья мои это книга на переломе завета я вам советую читайте книгу ионы и книгу омос вы будете получать откровения за откровением годами ну конечно все остальные тоже но что-то необычайное в этих двух пророческих книгах что-то необычай вы понимаете бог он сделал все чтобы не ранить святую ненависть ионы вы понимаете да на самом деле иона когда все уже произошло когда ненавиа покаял суд был отменен иона говорит я знал я знал я знал что ты милосердный поэтому и не хотел идти провозглашать суд я знал что ты хочешь помиловать поэтому не хотел говорить этим гадом жестоковыйным жестокосердным этим убийцам этим грешником нераскаянным о ужасе который их ждет и мало того что я знал что ты их помилуешь если они искренне совершат шву покаяния но я также знал что когда я скажу слова суда то твоя любовь придет к ним и сокрушит их сердца чтобы они покаялись вот собственно с моей точки зрения что значит упреки ионы богу что что ну развалили ту часть которую нужно было развалить потому что когда они захотели развалить еще Иерусалим то пришел ангел и сделаем вот так пальчиком и 180 тысяч как зайчики легло в одночасье просто от одного пальчика ай-яй-яй-яй-яй-яй ребята что же вы так ты глуп и все в лёжку я вчера читал на молитвенном собрании общины в Радосеона то пророчество которое я верю бог мне дал по поводу ничней ситуации на Украине восьмая глава восьмая глава и сайт он как раз об этом говорится там как раз говорится о том что я уже ну я зачитывал это пророчество еще до первого тура выборов прямо на шаббате вообще враждуйте народы нет а что там не называйте совершенно верно это это центральный момент этого пророчества который я комментировал людям и уже некоторое время комментирую в разных аудиториях вот а перед этим там какие угрозы врага все наводнение вражеское наводнение заполнит иудею дойдет до горла но враждуйте народы на трепещите вооружайтесь на трепещите просто что бы ни происходило враг приходит враг вот-вот кажется все завоюет враг все захватит страшные угрозы со всех сторон наводнение врага заполняет страну народ покрывается злыми темными волнами кажется вот все потонут а бог говорит не волнуйтесь еще сильнее можете враждовать пусть они враждуют пусть они едят пусть все зло поднимается но я уже вселил в их сердца трепет и страх они будут а внутри они будут вот такой вот такой тремор они строят и оно одновременно рушится они закладывают основания своего безбожного строительства а я уже заложил взрывчатку в само это основание поэтому вы не бойтесь только не знающие меня называют это заговором ну на самом деле это вроде бы и заговор но какой же это заговор для божьих детей у которых есть святая защита божья не воинством не силой но дух его живущий в них заранее дал им победу над всеми заговорами врага и людей подчиняющихся врагу пусть заговаривают им не нужно почему не нужно называть это заговором потому что если мы назовем это заговором мы начнем пытаться своими силами раскусить своими силами пытаться противостать мы начнем пытаться воевать с теми кто воюет против нас своею и вражеской силой мы начнем воевать по их правилам на их поле говорят правовое поле вне правового поля нам нужно божье поле а божье поле над всеми другими полями а мы уже там поэтому не надо спускаться с божьего поля нам нужно просто утверждаться на нем нам нужно радоваться на этом поле нам нужно не поддаваться запугиванию врага Нам не нужно мыслить в категориях угроз, страха и грядущего поражения. Нам нужно мыслить, исходя из той победы, которая уже вложена в наши сердца. Нам нужно раскрывать эту победу по той вере, которую не мы выработали в себе, но которую Бог дал нам, и в которой мы возрастаем, когда поступаем и исповедуем ее. Вот что нам нужно делать. Мы будем видеть угрозы врага. Но они не повредят нам. Даже если они как-то повредят нашей телесной жизни, но это Бог обратит только во благо нашей душе. Вот о чем идет речь. И Бог говорит, угрозы будут страшными. Но вы не будете. Все люди назовут это заговором паника, возмущение, взаимная ненависть, вражда. Пусть они враждуют, но не вы. Потому что если вы не будете враждовать против людей, не будете воевать против людей, тогда тот страх, который вселяется в людей, когда они идут своим путем, не сможет войти в вас и не станет вашим страхом. Там написано, только я, страх ваш. Только я, трепет ваш. Дальше. И другой пророк говорит, Только Бога боитесь. От Него принимайте наставления. Все. Все остальное устроится по Божьей воле. Я очень рад этому отступлению. Оно очень важно. Я все равно бы коснулся, но я рад этому. Рад, что это записано. Посмотрим, что будет дальше. Я потом еще прокомментирую кое-что. Друзья мои, Одним словом, Мессианский взрыв Среди еврейского народа Он привел К великому разделению. То меньшинство, которое пошло за Мессией Еще до разрушения храма исчезновения священства. Еще пока продолжали приноситься жертвы по Ветхому Завету. У этого меньшинства Уже Был небесный храм, В который они были введены Через жертву и воскрешение Мессии Небесного первосвященника, Сошедшего к ним на землю, Чтобы ввести их в небесное царство. Они уже не были связаны Ритуальными митцвот. Они не были связаны Поэтому обстоятельствами. Они были свободны В разных условиях. Для них теперь оставались Две главные заповеди. По сути одна. Заповедь любви к Богу И любви к Ближнему. И эти евреи стали цельным новым народом, Рожденным Благодатью Божьей. И для этих евреев Открылась единая любовь Божья ко всем. Она не сразу открылась. Она открывалась постепенно. Не сразу истина, Которая написана В послании к мессианским евреям Открылась им В ее полноте. Я хочу прочесть эту истину. Это послание к мессианским евреям Это, кстати, очень интересное Богословское послание Такое по-серьезному богословское Можно сказать в современном смысле Этого слова богословское Вот, что здесь написано Вот, что здесь написано Седьмая глава Одиннадцатый стих Итак, если бы совершенство Достигалось посредством Левицкого священства Ибо с ним сопряжен закон народа То какая бы еще нужда была Восставать иному священнику По чину Мелкицедека А не по чину Аарона И называться Потому что с переменой священства Необходимо быть переменен и закон Слышите, да? Те, кто говорит Что мессианские евреи Должны соблюдать Весь тот закон Который соблюдают Ортодоксальные иудеи И при этом Верить только в Ешуа Они Не читают Всю Библию Еще раз читаю Двенадцатый стих Потому что с переменой священства Необходимо быть перемене И закон Ибо тот О котором говорится Это принадлежал К иному колену Из которого Никто не приступал К жертвенству Тут очень Ясные И четкие Для иудеев Аргументы Ибо известно Что Господь наш Воссиял Из колена Ягуды О котором Маше Ничего не сказал Относительно Священнику И это еще Яснее Видно Из того Что По подобию Мелкицедыка Восстает Священник Иной Который Таков Не по закону Заповеди Плотской Друзья мои Здесь Очень Важное Выражение Не по закону Заповеди Плотской Оказывается Есть Закон Заповеди Плотской Относящийся К плоти Есть Некий Новый Закон Учитывающий Специфику Нового Завета Исходящего Из Духа Но По силе Жизни Непрестающей Потому Потому что Никто Во времена Старого Завета Не мог Сказать Что В нем Живет Истинный Бог На самом Деле Не просто Знаете Как сказать Что Бог Во мне В нем Действительно Живет Бог И в нем Жизнь Вечная Непрестающая Неприходящая Дух Божий Посещал Пророков И он Отходил От пророка И так Далее Ибо Засвидетельствовано Ты священник Вовек По чину Мелкицедыка Отмена Прежде Бывшей Заповеди Бывает По причине Ее Немощи И уже Бесполезности Друзья Мои Это не Шутки Еще Это не Просто Великое Добавление Закону Маше Еще Принес Новую Заповедь Он Принес Новый Завет И Согласно Древним Пророкам Новый Завет Должен быть Не Такой Как Стар Он Другой Он Заменяет Стар Он Не просто Дополн Заменяет Конечно Он Берет Все Лучшее Все Вечное Старое Но Временное Отменяет Ибо Закон Ничего Не довел До Совершенства Но Вводится Лучшая Надежда Посредством Которой Мы Приближаемся К Богу И Так Как Сие Было Не Бес Клятвы Ибо Те Были Священники Бес Клятвы А Сей Склятвую Потому Что О нем Сказано Клялся Господи Не Раскаялся Ты Священник Вовек По чину Мелки Цедыка То Лучшего Завета Поручителем Сделался Иисус Еще Дальше Идет Аргументация Связанная С новым Первосвященником Вот Затем Идет Восьмая Глава Дальше Говорится Восьмой Главное Главное В том О чем Говорим Есть То Мы Имеем Такого Первосвященника Который Восел Одесную Престола Величия На небесах И есть Священодействователь Святилища Искиней Истиной Которую Воздвиг Господь А не Человек На самом Деле Земная Искиня Земной Храм Это Была Только Несовершенная Копия Скажем Так Уменьшенная И приспособленная К земным условиям Копия Истинной Небесной Копия Истинной Небесной Храма Небесного Который Существовал Предвечно Который Существовал Еще до Создания Земли Который Существовал До Создания Еврейского Народа И всех Людей И Теперь Пришло Время Полноты То есть Что значит Полноты Копии Отходят Оригинал Выходит Вот о чем Здесь Речь Вот поэтому Та Скиния Называется Истиной Не потому Что Земная Скиния Была Неправильной Потому что Она была Всего лишь Несовершенной Временной Копией А оригинал Только тот И Ни один Из земных Даже самых Прекрасных Священников Не мог Ни сам Войти В ту Скинию Ни кого-то Ввести Тем более А этот Уже Сделал Вот Дальше Об этом Говорится И Здесь Такие Дары Здесь Такие Священники Которые По закону Приносят Дары Конец 4 стиха Которые Служат Образу И тени Небесного Как сказано Было Маше Когда он Приступал Совершенной Скини Смотри Сказано Сделай Все По образу Показанному Тебе На горе Это Это Очень Сильное Такое Знаете Древнееврейское Толкование Здесь Именно Правильная Форма Еврейского Медраша То есть Автор Показывает Что он Идет В русле Древней Еврейской Традиции Толкования Торы Правильной Традиции Вы понимаете Это не то Что он Что-то Придумит Он Показывает Что Я Толкую Так Как Лучшие Из Мудрецов Толковали Мой Принцип Толкования Принятый По этому Принципу Вот что Получается И дальше Но этот Первосвященник Получил Служение Тем Превосходнейшее Чем Лучшего Он Ходатай Завета Который Утвержден На Лучших Обетования Здесь Все Перевернуто Мы Посмотрите Здесь Написано Что Наш Первосвященник Получил Служение Тем Превосходнейшее Чем Лучше Лучшего Он Ходатай Завета То есть Здесь Как бы Служение Ешуа Связывается С тем Заветом Который Он Принес И Говорится Что Его Служение Настолько Лучше Служение Земных Священников Насколько Новый Завет Лучше Старого Принесенного Моисея Но Перед Этим Он Показал Насколько Служение Ешуа Выше И Лучше Служение Земных Первосвященников Священников Понимаете Что Отсюда Выходит Тем Самым Мы Начинаем Понимать Что Если Его Служение Насколько Лучше Насколько Завет Лучше Потому Что Его Служение Вторично По отношению К Завету Оно Не Может Быть Лучше Служение Священников Чем В Большей Степени Не Может Превосходить Их Большей Степени Чем Новый Завет Превосходит Стар Поэтому Если Вы Увидели Что Огромное Превосходство Служения Небесного Первосвященника Надземным Значит Теперь Вы Понимаете Что Изначально Это Огромное Превосходство Принадлежит Новому Завету Надстану Вот Так Повернуть Программа А В конце Пятого Шестого Стиха Который Утвержден На Лучших Обетованиях Мамочка Но Новый Завет Оказывается Утвержден На Лучших Обетованиях Значит Обетования Бога Для тех Которые Входят В Новый Завет Настолько Несравненно Лучше Обетованиях Бога Тем Которые Вступали В Завет Через Моисея Ага Вот Это Да Ибо Если бы Первый Завет Был Без Недостатка То Не Было Нужды Искать Место Другому Но Пророк Укоряя Говорит Вот Наступают Дни Говорит Господь Когда Я заключусь Домами Израиля Домами Угода И Новый Завет Не Такой Завет Который Я заключил С отцами В том Завете Они Не Прибыли Я Пренебрег Вот Завет Который Завещают Дому Израиля После Тех Дней Вложу Законы Мысли Мысли Их Напишу На Сердцах Буду Их Богом Они Будут Моим Народом И Не Будут Учить Каждый Ближнего Своего Каждый Брата Своего Поняли Друзья А вы Никто Не Привел Этого Места Знаменитая Друзья Мы Плохо Несерьезно Относлить Задания Жалко Это вы Мне должны Были Это Места С вами Ладно Такое Дело И Не Будет Учить Каждый Ближнего Своего И Каждый Брата Своего Говоря Познай Господа Потому Что Все От Малого До Большого Будут Знать Меня Вот Оно Пророчество Комментарий А С Другой Стороны То Что Уже Написано В Новом Завете Комментирует И Объясняет Это Пророчество Одно Толкует Другое Вы Понимаете Может Такое Быть Не Только Новый Завет Комментирует Толкует Старый Но И То Что Написано В Танахе Комментирует И Толкует Новый Взаимно Библия Полная Вот В каком Смысле Вот В каком Смысле Вы Знаете Вы Читали Журнал Шамаш Этот Журнал Издавался Хорошими Ребятами Которые Поплыли Немного Мозгами Может Когда Они Явно Поплыли Журнал Перестал Издаваться И Они Впали В Ересь И Они Начали Печатать Еретические Статьи Одна Из Еретических Статей Была Такого Содержания Что Новый Завет Еще Не Наступил А Знаете Для чего Это Нужно Раз Новый Не Наступил Значит Мы Все Обязаны Исполнять Ритуальные Законы Если Мы Хотим Быть Верующими Бога Израиля А Новый Завет Не Наступил Значит Все В силе Старый Завет Ну Который В общем То Исполнить Невозможно Ну Хотя Что То Что Можно Исполнить Обязательно Буквально Исполнять Вместе С Ортодоксальными Люди Друзья Если Я Слишком Быстро Говорю Вы Не Прослеживайте Некоторые Логические Ступеньки Ничего Страшного Возьмите Кассету Прослушайте Просто Нет Времени Сейчас Рассусоливать Вот И Главный Аргумент Почему Новый Завет Еще Не Наступил Знаете Какой А Вот Это Место Пророчества В Завете Они Говорят Нет Уж Такого Что Вот Уже Никто Не Нуждаются Чтобы Его Кто То Учил Нужно Вот Учить Не Все Знают Господа Вот Значит Не Наступил Новый Завет Они Просто Проигнорировали Первое Иоанна Вторую Главу И Другие Подобные Местописания Где Как Раз И Говорится О Том Что Это Значит Что Значит Обучение Знаний Нового Завета И Для Чего Тут Говорится О том Старому Обучению Пришел Конец Внешнему Обучению Пришел Конец Законическому Обучению Пришел Конец Законическому Богословствованию Пришел Конец Но Это Не Значит Что Наступило Время Для Абстрактного Богословствования Это не значит, что наступило время для такого богословия, которое оторвалось от иудейских корней, но не вошло в небесное святилище, а вместо этого пришло к греческой философии и языческим умствованиям. Вы понимаете? Мессианская теология, это теология Нового Завета, который всегда, во-первых, завет с домом Израиля и домом Иуды. Не может быть истинного Нового Завета, который не является Новым Заветом, во-первых, всегда с еврейским народом. Понимаете, дорогие? И значит, все, что происходит в этом Новом Завете, должно иметь еврейский корень. Должно уходить корнями, в тонах книги так называемого Старого Завета. Но в то же время, это должно быть новое еврейское богословие. Это должна быть новая еврейская жизнь. Это должна быть новая практика понимания еврейской Библии. Это должно быть новое библейское еврейское служение и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете? Теперь мы учим друг друга не потому, что одни великие светочи, а другие лохи. Не потому, что есть мудрецы и есть амгарец. Не потому, что есть вообще глупые, которым на роду написано оставаться глупыми, и шо ты хоть в лепешку разбейся, они не поумнеют. Не потому, что есть каста священников и каста простых евреев, тем более простых язычников. А потому, что теперь каждый, кто приходит к Господу, с него снимается пелена. Не только с евреев, но и с язычников. И не только с язычников, но и с евреев. Потому, что все нуждаются, чтобы Машех снял пелену с их сердца. И, к сожалению, многие христиане тоже. И когда эта пелена снимается, то каждый начинает учиться по-новому. Потому, что для каждого главным учителем становится сам Господь славы. Сам тот, который знает все. И поскольку тот, который знает все, входит и живет в его сердце, то теперь и он с ним знает все. И всякое внешнее обучение – это только средство раскрытия сути Нового Завета. Знания Нового Завета. Любви Нового Завета. Победы Нового Завета. Веры Нового Завета. Жизни, не предстающей вечной, которая уже в нем. Но поскольку он еще пока младенец, или затормозился в росте, или не дошел, по крайней мере, до совершенства Мессии, он нуждается во внешней помощи, в раскрытии того, что уже во всей полноте вложено в его сердце. Аминь, товарищи. И вот дальше здесь написано. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. И это великое благословение Нового Завета.